Детские коляски возле амбулатории села Цибанабалка. Прием ведут врачи муниципальной детской поликлиники. Сегодня здесь все необходимые специалисты и диагностическое оборудование. Алисе 9 месяцев, маму зовут Алина. На дне здоровья впервые. Чтобы обойти всех специалистов, требуется не больше часа. Все здорово, нам понравилось. Недалеко от дома. Хорошо, что мы сюда пришли. Вот, близко. Сейчас займем очередь, всех быстренько пройдем. Не надо мотаться куда-то в город. Исполняющие обязанности заместителя главы Екатерина Боровская осматривает амбулаторию. Здесь была подстанция скорой помощи. Ее перенесли, оставив в округе. На оперативности это никак не сказалось, а здесь теперь детское отделение с отдельным входом. В целом это неплохо, но, безусловно, есть к чему стремиться. Нам нужно доработать фасад здания. И это тоже для нас проект на будущее, потому что фасад уже давно у нас не обновлялся. Мы это сделаем. Мы приведем крыльцо в порядок. Мы улучшим там именно места для того, чтобы детки могли спокойно посидеть с родителями. То есть сделаем максимально комфортные условия. Алина и Алиса каждый месяц приходят показаться педиатру. Стали свидетелями переезда. Отлично. Мы вообще пришли, когда удивились, что такой ремонт хороший. Приятно находиться в кабинетах. Все чистенькое такое новое. Нам все очень нравится. Сегодня амбулатория в Цибанабалке обслуживает около 11 тысяч взрослых и 4 тысячи детей. Население сельского округа непрерывно растет. Жители просят организовать здесь прием хотя бы части узких специалистов, тех, которые наиболее востребованы. После реорганизации освободился кабинет. Теперь в амбулатории намерены получить лицензию на открытие кабинета невролога. У нас очень большая потребность к неврологу. Очень большая. Это все остеохондрозы. Чем больше мы сможем расшириться и больше пролицензировать узких специалистов, тем, конечно, будет нам лучше. Дни здоровья для взрослых и детей с одной стороны приближают медицинскую помощь к населению, с другой их основная цель – профилактика. Мероприятие в Цибанабалке – последнее в этом году. Всего же за год на приеме у узких специалистов побывали более 1200 детей. 800 из них – малыши до года. Появившийся в этом году передвижной флюорограф уже успел сделать более 700 снимков, а консультацию получили порядка 3000 взрослых. У шестой части впервые выявили различные заболевания. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.